В малом и среднем бизнесе в Самарском регионе трудится почти 400 тысяч человек. Это треть работающего населения. Большинство предпочитают сферу торговли, услуг, меньше в производстве, строительстве и сельском хозяйстве. Чтобы узнать, с чего начать бизнес или прояснить возникшие вопросы, далеко ходить не надо. На форуме собрались представители различных министерств, Федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора, банков, Самарского молодежного парламента. Данный формат форума необходим. И как раз эта площадка создана для того, чтобы напрямую донести и предпринимать, какие есть государственные и муниципальные программы поддержки малого и среднего бизнеса. Максим Максимов собирался работать на себя еще со школы. Выучился на экономиста, параллельно штудировал нужную литературу, посещал курсы. В прошлом году выиграл грант на открытие своего бизнеса. Сейчас занимается производством строительных материалов, прокатом роликов и велосипедов. Сейчас все хорошо. Идет прибыль на рост. И в следующем году планирую еще участвовать в одной программе по инвестиции в средства именно в собственные производства. Самарские предприниматели не слишком активно обращаются за господдержкой. А зря. В этом году в областном и федеральном бюджете на поддержку малого и среднего бизнеса предусмотрено больше 350 миллионов рублей. Бизнесмены могут получить консультации по юридическим вопросам, пройти переподготовку, повышение квалификации. Отдельное внимание – финансовые поддержки. Предприниматели могут получить займы и гранты от 500 тысяч до 5 миллионов рублей. Самое главное, что эти меры поддержки, они должны меняться каждый год. Потребность изменяется, это программа достаточно живая. Поэтому как раз такие встречи позволяют нам их корректировать. Прежде всего, субсидии и гранты получают компании, которые нацелены на производство и внедряют инновации. В ближайшие два года особое внимание уделят субъектам бизнеса, связанным со спортом и туризмом. Олеся Карецкая, Максим Гусев, События.